Доброе утро! Мы приветствуем всех, кто в эти минуты присоединяется к нам на канале «Россия». Сегодня, дорогие друзья, нам очень хочется напомнить вам, что 19 мая ежегодно, когда-то давно, все советские пионеры отмечали день рождения Всесоюзной пионерской организации, которая носила имя Владимира Ильича Ленина. Увы, давно нет Советского Союза, да и пионерская организация распалась, но ей на замену пришло замечательное общероссийское движение первых. Об участников этого движения в Ужгутинском районе, где накануне побывала наша съемочная группа, мы сегодня и расскажем. Гимназия номер 4 в микрорайоне Московском встречала гостей радушно. Ребятам была предложена экскурсия в школьные музеи. В одном из них были представлены новые экспонаты и познавательная информация об истории крочаевцев. В другом предложили познакомиться с работами учеников гимназии, которые они изготовили в рамках проведения мероприятий, посвященных военно-патриотическому воспитанию. Об итогах своей работы участники движения делились со своими коллегами с удовольствием. Мероприятий за прошедшие два месяца было проведено много. Особенно отмечались акции, посвященные 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, «Окна Победы», «Зорница 2.0», «Классика Победы» и многие другие, в которых принимали участие школьники. «Зорница, да, «Зорница». У нас около 15 человек туда поехали. Ну и, конечно, еще поддержка у нас была, которые держали плакат, болели за нас. Но я считаю, что «Зорница» – это было что-то для меня новое, открытие, потому что там проявили и наши знания и по истории, и по обществу знанию, и медицинская помощь, и очень много всего». Председатель первичного отделения лицея номер 7 Ульджигуты Амина Иркенова является амбассадором движения первых в Карачаево-Черкесии. Она представляла республику на фестивале непрофессионального ученического творчества «Российская школьная весна», который проходил в Ставрополь. «Мне кажется, это каждый актист, который здесь сидит, который реально горит вот этим делом, должен туда поехать, потому что это незабываемые эмоции. Это постоянные концерты, это тренинги с сослуженными специалистами России, педагогами. Очень много всего ты там узнаешь нового, ни минуты свободного времени, но даже усталость вот этой ты не чувствуешь как таковой. Я прошла по первой номинации, по новой для себя номинации, так и в принципе, потому что вот эта смена, она была такой, как открытие нашей номинации «Амбассадор движения первых». С каждого района выбиралась всего по одному ребенку, который представляет всю республику. Это очень большая ответственность на самом деле была. Не так давно в это направление влились и воспитанники центров дополнительного образования, учреждения среднего профессионального мастерства и многие другие. Самая такая яркая, запоминающаяся была акция, проведенная в честь Дня возрождения карачаевского народа. Мы сплотились со студсоветом и решили провести видеоопрос в парке нашего города. Мы спрашивали у жителей нашего города, знают ли какие-либо они традиции и блюда карачаевского народа. Старались спрашивать людей разных возрастов и национальностей. Все были очень заинтересованы, активны, интересны, отвечали. Я считаю, что данная акция прошла очень продуктивно, и ее целью было напомнить о культурных ценностях народа. Я считаю, что мы справились с этой задачей. На протяжении всей встречи ребята и кураторы обменивались впечатлениями, делились планами. Приятным моментом было вручение мертий, подарков символикой, самым активным участникам, а также тем, кто снимал интересный контент для социальных сетей. В соседней аудитории в этот день проходило не менее интересное мероприятие для младших школьников. Кого унесли гуси-лебеди? На каком транспорте летала Баба Яга? Кто был врачом для больных животных? И этих героев из любимых сказок угадывали маленькие читатели. В рамках проекта «Кавказ в картинках» ребятам был представлен сборник комиксов по мотивам народных сказок народов Крачаева-Черкесии. А победители викторины получили новое издание в подарок. Мы провели это с целью того, чтобы популяризировать, наверное, чтение наших народных сказок, чтобы привить детям интерес не только к художественной литературе, которую они и так изучают на уроках литературного чтения, но и рассказать о том самом, о нашем, что мы несем из года в год, из поколения в поколение в наших семьях. Как вам кажется, дети заинтересованы сегодня были? Ну, видя то, какой отклик мы получили, наверное, дети все-таки в этом заинтересованы. И мы очень благодарны их родителям, что это несется, что эта ценность передается каждому из них. Быть первым, быть в движении, быть вместе, быть с Россией. Таков лозунг общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых». И, судя по итогам работы, глядя в горячие глаза этих ребят, им нравится быть первыми. Нравится быть вместе с Россией. В продолжении темы мне хочется представить вам гостей нашей студии. Это Лариса Ибзеева, председатель Совета местного отделения общероссийского общественного государственного движения детей и молодежи «Движение первых» в Усть-Джигутинском муниципальном районе. И Залина Баташева, председатель первичного отделения средней школы номер 5 города Усть-Джигуты. Привет, Залина. Здравствуйте. Большое спасибо, что вы нашли время, пришли к нам сегодня в студию. Я познакомилась с вами, с другими ребятами, которые являются непосредственными участниками «Движения первых» на мероприятии, которые вы проводили. И, вы знаете, ну, окунулась в такую хорошую юность свою, в такие хорошие, добрые воспоминания, когда я тоже носила пионерский галстук. И вы знаете, сегодня, вот честное слово, я даже не репетировала, мне хочется узнать память своих рук, потому что кто однажды завязал пионерский галстук, тот никогда не забудет, как это делается. Увы, пионерского галстука я не нашла, поэтому что-то такое попытаюсь симпровизировать и завязать настоящий пионерский узел. Залина, ты не поверишь, но узел должен быть определенным. Если узел не получался, заставляли перевязывать, честное слово, вот узел должен быть вот таким вот. Вот, кажется, получилось, посмотрите. Очень красиво. Вот таким должен быть узел на пионерском галстуке. Но, вы знаете, конечно, надо сказать, что неважно, какая атрибутика присутствует. Пионерский ли это галстук или вот такие замечательные толстовки, которые вы сегодня носите. Главное, те дела, которые в свое время делали ребята из пионерских организаций, сегодня делают ребята из Движения Первых. Миссия Движения Первых такова. Быть с Россией, быть человеком, быть вместе, быть в движении, быть первыми. Вот, наверное, в этих словах есть смысл всей нашей деятельности, потому что мы прививаем любовь к своей родине, уважение к старшему поколению. Наверное, все-таки дети должны хранить и ценить память о тех людях, которые сражались в Великой Отечественной войне, о тех людях, которые сейчас, скажем так, участвуют в специальной военной операции. И мы проводим очень много акций, в которых наши ребята поздравляют, пишут письма, записывают видеоролики, посещают семьи военнослужащих, работают с детьми, скажем так, из детского дома, потому что у нас, например, на поселке Московском есть детский дом, куда мы ездим, привлекаем этих детей тоже к мероприятиям, которые у нас проходят. Наша задача – развивать детей и постараться сделать так, чтобы наши дети получили максимум возможностей и доступная среда, которая сейчас есть, чтобы они были проинформированы, и они получили все возможные варианты для саморазвития, для личностного роста, социального развития. Расскажите, пожалуйста, что за альбомы вы сегодня привезли показать? Дело в том, что волонтерство является одной из направлений движения первых – волонтерство и добровольчество. И у нас на уровне района есть центр волонтерский, где называется он «Добровое движение», куда вошли, наверное, самые активные ребята, взрослые даже, если представители родительского сообщества, люди, которым небезразлично, что будет с нашей страной, что небезразлично, что происходит сейчас с людьми, которые нуждаются во внимании. Потому что мы понимаем, что каждый человек, он, по сути, какой бы он взрослый ни был, обязательно любому человеку нужно внимание, уважение, любовь и так далее. Помимо того, что у нас есть волонтерские центры на уровне района, у нас есть волонтерские центры на базе образовательных учреждений. Мы всегда, дети вообще всегда занимались волонтерской деятельностью, но мы теперь, скажем так, прошли верификацию, завели образовательные учреждения на платформу добро.ру, и теперь образовательные учреждения могут проставлять своим учащимся за их добрые дела в верифицированные волонтерские часы, которые впоследствии им помогут при поступлении в ВУЗы. Здорово как! Да, вот теперь. И вот такого рода альбомы есть на базе образовательных учреждений. Здесь самые такие яркие моменты участия детей в определенных мероприятиях, акциях волонтерской направленности. Какие молодцы! Какие вы молодцы! Залин, ну, тебе как яркому представителю этого движения, я смотрю, как ты вся светишься, как тебе все это нравится. Ну, давай немножечко на перспективу заглянем. Как ты думаешь, в чем поможет тебе участие во всем этом? Чем поможет, может быть, дальше в жизни, когда ты будешь взрослеть, когда ты окончишь школу, окунешься в студенческую жизнь? Ну, знаете, я могу вспомнить одно из самых ярких моих участий в проекте. То есть вообще за весь этот год было очень много участия, движений в первых проектах, в акциях. Насчет перспектив социальное проектирование, это, конечно, очень важная тема. То есть благодаря этой теме я смогла понять, как нужно составить проект, какие цели, какое взаимодействие. И даже как бы социальная группа, на которую должна быть направлена, скажем, все задачи, все ресурсы этого социального проекта. Но самое, наверное, удивительное для меня было то, что нужно было взаимодействовать с незнакомыми людьми. То есть региональный турнир я поехала с людьми, которых я знала, то есть из моей школы. А вот межрегиональный турнир, то есть с каждой республики, которая только туда приехала, собрали команду по 7 человек. И, получается, Кабардино-Балкария, и Карачаево-Черкесия, и Осетия, то есть все люди, то есть и Дагестан, все-все-все в одной команде. И нужно было найти общий язык, то есть коммуникация, во-первых. Во-вторых, нужно было выбрать тему, очень много тем было. Там еще и время было, то есть нужно было установить контакт, нужно было согласовать. То есть очень сложно адаптироваться за такой короткий период времени. То есть за один день это должно было произойти несколько часов. Но мы, к счастью, это смогли сделать. Я заняла со своей командой второе место, и все остались очень довольными. Вот, коммуникация, новое знание, которое я получила, ну и, конечно же, новые ощущения. Я хотела бы добавить от себя то, что моя семья считает меня такой домашним ребенком, домашней девочкой, потому что школа-дом, школа-дом и учеба, соответственно. А здесь я смогла вырваться в Кабардино-Балкарию. Я не сказала бы, что я путешественница, но я смогла выбраться из Карачаева-Черкесской республики в Кабардино-Балкарию. Вы не представляете, с каким боем мама меня туда отпускала. Так что не только новые знания, то есть не только социальное проектирование, коммуникация, но также и путешествие. То есть это стало такое небольшое, моя первая жизнь в путешествии. Так что очень большие перспективы. У нас будет проходить акселератор по социальному проектированию. То есть за три дня у нас будет по шесть часов каждый день мы будем проходить обучение от начала до конца, от идеи создания гранта, какую идею мы можем защитить, какой проект мы можем создать вообще. И до, скажем так, до публикации, до запуска этого гранта, вернее после того, как мы вот это все распишем за эти три дня, ребята будут подавать заявку на участие в гранте. Ну то есть если они выиграют, я очень надеюсь и уверена, что ребята наши выиграют, они будут реализовывать свои идеи. Очень хочется верить. То есть вот такие гранты, социальные проекты, это, скажем, стала такая первая ступень, первый шаг даже к гранту. Поэтому очень много плюсов могу отметить. И самостоятельность, и ответственность, и коммуникация, и новые знания, и путешествия. То есть все в одном. Слушай, ну какие же вы классные. Вот я вспоминаю себя, мы были совсем другие. У вас сегодня, вы реально живете в стране возможностей. У вас их сегодня столько, невероятное множество. Главное было бы желание, стремление. Я благодарю вас за участие в программе. Большое спасибо. Я надеюсь, что вы это утро сделали позитивным, познавательным. Посмотрев на тебя, Залин, дети подтянутся в движение. Надеюсь, для всех там будет место, всем там будут рады. Спасибо большое. Я желаю вам успехов бесконечных. Чтобы все, что вы задумали, непременно сбывалось. Друзья, я благодарю вас за то, что вы были сегодня нашими зрителями. С вами была Галина Алиева. Оставайтесь на канале Россия. Ну а я с вами прощаюсь. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok